Время открывает истину. Римский философ Синека. В поисках достаточно условной истины мы продолжаем рассказывать о том, каким был июнь для нашего города, страны, да и человечества многие десятилетия назад. В эфире программа «Хронограф» и я, ее ведущая Елена Ткач. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. 78 лет назад началась Великая Отечественная война. Те, кому посчастливилось пережить ее, не раз впоследствии вспоминали страшное воскресное утро 22 июня 1941 года. Номер газеты «Магнитогорский рабочий» в этот день выглядел так. 22 июня на водной станции по инициативе спортивного общества «Металлург Восток» состоится большой праздник. Инструкторы будут принимать нормы ГТО по гребле и плаванию у всех желающих. Здесь же еще одно объявление. 22 июня в 12 часов в парке «Металлургов» детский праздник. А вечером там же было запланировано выступление симфонического оркестра под управлением дирижера Семена Эйдинова. Все изменилось в полдень, а точнее в 12 часов 15 минут, когда по радио прозвучало знаменитое выступление Молотова. Сегодня в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов в наши города. Некоторое удивление у горожан вызвал тот факт, что выступил Молотов, а не Сталин. Но простые советские люди не могли знать, что несмотря на уговоры членов Политбюро, Сталин категорически отказался. Тогда и решено было возложить эту задачу на его заместителя по правительству Молотова. Убита и ранена более 200 человек. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении, и советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Люди были в шоке. Оказывается, заканчивался уже восьмой час войны. На границе шли тяжелые бои, а страна еще ничего не знала. После обеда в городе стали собираться митинги, обсуждали речь Молотова и с тревогой ждали, что же дальше. Сталин все-таки обратился к народу, но только через 11 дней, а именно 3 июля 1941 года. Слышите, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его войны уже разбиты и нашли себе наливу. На полях стражения враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Свою речь он закончил словами «Вперед! За нашу победу!». Но на медали за победу над фашистской Германией, учрежденной 9 мая 1945 года, вместе с профилем вождя были отчеканены все же слова Молотова «Наше дело правое! Мы победили!». Вскоре также по радио был передан указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации. В нем сообщалось о возрасте граждан, призывающихся в армию, перечислялись округа, на территории которых распространялась мобилизация, а первым ее днем объявлено было 23 июня. Магнитка буквально за считанные часы перестроилась с мирной трудовой жизни на жесткий военный лад. А 23 июня уже около 600 магнитогорцев подали заявление с просьбой отправить их на фронт. И это было лишь начало. Оставшимся предстояло на личном опыте прочувствовать то, что впоследствии историки обозначат короткой фразой «Ковали победу в Тулу». 22 июня, еще до объявления указа о всеобщей мобилизации, Григория Носова по телефону вызвала Москва. ММК получил задание Государственного комитета обороны наладить выпуск заготовок для снарядов, а также изучить возможность изготовления броневой стали. Было создано бронебюро, куда вошли и ленинградские ученые в том числе. Члены бюро под руководством Григория Ивановича, по сути, совершили переворот в мировой металлургии. Через месяц, 23 июля 1941 года, после напряженных поисков, сталевар Дмитрий Жуков и мастер Егор Сазонов на третьей мартеновской печи сварили первую плавку броневой стали. И почти одновременно потребовалось освоить технологию броневого листа. И снова теоретические расчеты, и смелое предложение главного механика ММК Николая Рыженко на получение листа на Блюминге, чего тоже никогда не знала мировая практика. Магнитка стала давать броневой лист еще до прихода броневого стана из Мариуполя. Несмотря на военное время, город все-таки продолжал расти. Специалистам управления главного архитектора приходилось разрабатывать проекты, планировать кварталы, осуществлять геодезические работы и делать рабочие чертежи отдельных зданий. И к тому же именно архитекторы отвечали за расселение и трудоустройство эвакуированных рабочих и служащих. Прибывших расселяли в построенных щитовых домах в любобережной части города. В 1943 году было подготовлено задание на проектирование крупного поселка городского типа с индивидуальными домами и садовыми участками при них. Сегодня это поселок Крылова. Но вершиной работы в военный период следует все-таки считать проект 14-го квартала. По настоянию главного архитектора Павла Степанова руководство Магнитогорского гипромеза согласилось, чтобы этот квартал запроектировали профессоры архитектуры Евгений Адольфович Левенсон, Андрей Андреевич Оль и Григорий Александрович Симонов, которые в 1942 году были эвакуированы из Ленинграда в Сверловск. Итак, задача создать экономичный квартал с жилыми домами поселкового типа не выше двух этажей. И, конечно, он должен соответствовать условиям жизни военного времени. Архитекторы посетили Магнитогорск и согласились взяться за это дело. Это стало поистине великой удачей для нашего города. Выдающиеся специалисты спроектировали необычный для Урала жилой комплекс, который был построен с большим вкусом и мастерством. Кстати, вся красота домов 14-го квартала выполнена из шлакоблока, металлургического комбината и обычного плетника, что вытаскивают из котлованов для фундаментов в производственных и гражданских зданиях. Архитекторы приступили к разработке проекта в 1942 году, когда советские войска одержали важную победу под Москвой. Известие о победе вдохновило их, и они задумали художественный образ жилого квартала в традициях западноевропейской архитектуры. Это память об освобожденных от фашистов европейских городах, о военных походах по зарубежным городам. Память, которую гениально уловила творческая мысль трех советских архитекторов. Проект стал большой, творческой победой и отмечен даже был Сталинской премией. В 1937 году в Магнитке имело место быть два значимых события. Стал работать первый городской парк культуры и отдыха в прошлом летний сад и был открыт памятник Серго Арджиникидзе. Магнитку Серго Арджиникидзе лелеял как любимое дитя. Отбирал для нее самых крепких руководителей, выбивал необходимые финансы, современное оборудование. Именно Серго Арджиникидзе запретил ставить для рабочих бараки и настоял на строительстве капитальных домов. Жилье советского человека должно выглядеть иначе, жизнерадостно, привлекательно, уютно. Он помог организовать и в самом городе, и в близлежащих поселках автобусное и трамвайное движение. Именно по инициативе Арджиникидзе детские сады и ясли, оздоровительный городок, профилакторий, школы и столовые, изведения Горздрава были переданы комбинату. Вам ни денег не хватает, а внимания и заботы распекало городское начальство. О детях наших рабочих никто, кроме вас, не позаботится. Он же распорядился построить первый дом отдыха для металлургов и строителей магнитки. В 1937 году в магнитку был доставлен памятник Железному наркому. Автор фигуры Исаак Менделевич, скульптор, востребованный и художественным рынком, и публикой. Памятник установили в городском парке культуры и отдыха. На тот момент он являлся самым популярным и посещаемым местом в магнитке. Компанию Железному наркому составили парковые скульптуры пионер с горном, спортсменка с мечом и пограничник с собакой. Говорят, здесь же стояли и пальмы, сооруженные из телеграфных столбов и металлических листьев, выкрашенные зеленой краской. Площадь парка составляла 11 гектаров. В его озеленении участвовало более 30 тысяч жителей города. Было высажено 5000 деревьев, столько же кустарников и почти 40 тысяч цветов. В 1937 году Летний городской сад несколько расширил свои функции и стал парком культуры и отдыха. Вход сделали платным 50 копеек, установили различные аттракционы, организовали шашечные и шахматные клубы, бильярдную, тир, комнаты смеха, детскую железную дорогу, парашютную вышку, летний кинозал и, конечно же, танцевальную площадку. Словом, создали все условия для того, чтобы советский трудящийся, свободное от работы время проводил культурно и познавательно. Со временем парк утратил свою популярность. Центр города постепенно переместился на правый берег, а с ним и большая часть жителей. Последний летний сезон состоялся в 1980 году. Аттракционы демонтировали и вывезли. Немногочисленные постройки обветшали и по большей части разрушились. Деревья и кустарники образовали чащобы. Из былых обитателей в старом заброшенном парке остались лишь пограничник да железный нарком. Видимо, не вписались они в современные картины-магнитки. В Парабережье очень скоро появились новые скверы и парки и свой новый Серго. И об этом мы обязательно расскажем в следующем выпуске программы «Хронограф». А наша событийная лента подошла к концу. С вами была программа «Хронограф». Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok